Девиз этого года «Вставай, действуй!» Год, когда мы, взрослые сыны и дочери Божьи, поднимаемся и выполняем наше предназначение в этом мире. Илона уже начала рассказывать первую часть цикла «Разгадайте свою ДНК». Когда мы обращаемся в веру Иисуса, то мы рождаемся от Бугата. И в нас остается ДНК Бога. Я процитирую из проповеди Илона такую фразу. «Не пробуйте быть такими же, как Иисус, но примите то, что вы уже есть такие, как Он». В нас уже есть ДНК Иисуса. ДНК победителя над грехом и слабостью. Как же мы становимся победителями, как мы боремся с грехом и слабостями, у нас возникают чувства вины и стыда, осуждения, иногда даже страха перед Богом. Вот об этом я хочу поговорить сегодня во второй части. Помогите, я не тот, кем я хочу быть. Две недели назад я был не тем, кем я хочу быть. Мы живем на спокойной улице в одном из самых хороших районов города Бернефельда. И когда к нам приходят гости, или же приезжает доставка, они подходят к парадной двери, и если они не слышат, сработал ли звонок, то они стучат в окно. К нам, как пасторам, часто приходят люди, порой заходят к нам лишь для того, чтобы громко от всего сердца выругаться. К нам приходят люди, которые духовно находятся в тупике. Иногда к нам заглядывают религиозные фанатики, которые совсем не согласны с нашими идеями, и им нужно доказать свою правоту. В наш дворик можно попасть только пройдя по узенькой тропинке сбоку дома, где есть закрытая калитка. Задний дворик — это наше личное пространство. Пару недель назад вечером один человек внезапно вошел на наш задний двор и начал стучать кулаками в окно. Он сильно напугал мою жену и дочь. Прежде всего, они были в панике. Кто это и как долго он тут уже стоит? Кто-то подглядывает за нами в нашем доме из темноты нашего заднего двора. Что если я буду одна дома, и он придет? И в один миг чувство безопасности личного пространства исчезло. Я, разозлившись, вышел на улицу. Оказалось, что этот кто-то был одним из наших последователей. Я же был зол. Я отреагировал по злому. Я начал, что ты тут делаешь? Что-то я себе возомнил. Есть парадная дверь и звонок. Если нужно, можешь и в окно постучать. Почему ты не пошел нормальным путем? И не обратился к нашей команде помощников, они бы тебе помогли. Но этот человек сказал, я хочу просто поговорить с тобой. Но я был очень зол и был закрыт для разговора с ним. Я выгнал этого человека, ругаясь, с нашего двора. Только тогда, когда я снова пришел в себя, я понял, что этот человек просто был в духовном смятении. Я мог бы быть дружелюбным по отношению к нему, с любовью, терпением и милосердием пойти навстречу ему. Почему мне было тошно от себя самого? Что я не был таким, каким я так хотел быть. Что я не сказал того, что я так хотел сказать. Что я не сделал того, что я должен был сделать. А знаете, того, что я хотел сказать, я не сказал. Но те слова, которые я не хотел говорить, сорвались с моего языка. Мы сообщили нашим помощникам о том, что случилось, чтобы кто-нибудь смог помочь этому человеку. и передал ему, что мне стыдно за мое поведение. Мы все иногда ошибаемся. Может быть, вы каждый день боретесь с привычками, поведением, мыслями, чувствами, которые вам не подчиняются. И вы думаете, да уж, я веду себя совсем не как святой. Я не чувствую себя праведным. Я чувствую себя грешником. Я совсем не могу найти себя в том, что мы делаем в нашей общине. Я же не грешник. Я сказал сам себе, помогите, я делаю не то, что я хочу. Помогите, я говорю не то, что я хочу. Но говорю то, что совсем не хочу сказать. Помогите, я чувствую себя совсем не так, как бы я хотел себя чувствовать. Я чувствую себя таким, каким я совсем не хотел бы быть. Помогите, мысли мои совсем не о том, о чем я бы так хотел думать. Мою голову населяют мысли, которые не должны быть там. Помогите, я борюсь. Иногда с тем, кто я есть. Я не такой, каким бы я хотел быть. Может быть, вы на эту ситуацию смотрите глазами родителя. Я хотел бы по-другому реагировать на поведение моих детей. Сейчас, в пандемию, мы все живем в маленьком закрытом пространстве. И дети иногда так действуют мне на нервы. Может быть, вы, как подросток, скажете, я бы хотел по-другому реагировать на моих родителей. Но я только делаю хуже своей реакцией. Может быть, вы скажете мне, Петер, у меня зависимость. Безудержный аппетит. Я не могу остановиться. Я не могу бросить пить. Я не могу сказать «нет» наркотикам. Я не могу прекратить смотреть порно. Я скрываю свою зависимость. Я даже лгу своей семье, своей жене. Своему мужу, своим друзьям. Потому что я хочу скрыть это. Но я так хочу измениться. Похоже на то, чем больше я стараюсь измениться, тем меньше у меня получается. Я чувствую себя заложником своих эмоций. Заложником моих мыслей, моих реакций. Я сомневаюсь, будет ли Бог любить меня. Библия же говорит, что мы победители благодаря Иисусу Христу. Но это не всегда моя реальность. В Библии говорится, что мы каждый день обновляемся по образу и подобию Христа. И что день от дня мы становимся все сильнее и сильнее. Мы идем от благодати к благодати. А я кручусь в том же самом порочном круге. Знаете, то, что вы боретесь, это уже хороший знак. Это росток новой жизни в вас. Видите, вы внутри уже завязались с порочной жизнью. Вы хотите измениться, и вы не первый, кто ведет эту борьбу. Павел тоже описывает подобную ситуацию в послании к римлянам. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Сейчас я делаю то, чего не хочу. Но что происходит? Ведь это не по моей вине, а по вине греха, который живет во мне. Павел говорит, что борьба вызывается грехом. Если я делаю не то, что я хочу, то я сам себе уже не принадлежу. Сегодня я вам расскажу, как эту борьбу с грехом и слабостью окончить в вашу пользу. Я дам вам ключ к победе, чтобы вы победили. Если вы все же споткнетесь в какой-нибудь неожиданной ситуации и согрешите, то этот ключ сразу же вернет вам вашу победу. Вы не погрязнете в чувствах, вызываемых грехом. У вас не будет чувства вины, стыда, вы не будете себя постоянно обвинять. Вы не будете больше сомневаться в том, любит ли вас Господь. Через пророка осеял Господь, говорил нам, «Мой народ проиграл, потому что у них не было знания». Можно сказать так, «Мой народ проигрывает борьбу с грехом, потому что не имеет достаточно знаний». «Мой народ идет во тьме, грехе, стыде, осуждении и страхе, потому что у него недостаточно знаний». Знание дает понимание, а понимание дает мудрость. Понимание — это осознание, откуда что берется, как работает. Когда вы в чем-то разбираетесь и понимаете, то к вам приходит мудрость. Мудрость — это знание о том, как вы будете решать проблему. Существует четыре основных вопроса, в которых вам нужно разобраться, для того чтобы стать победителями. А вы уже победитель. Вам лишь нужно обрести веру в себя посредством знания. Во-первых, ключ ко всему — это вера в Иисуса без каких-либо плюсов. Есть у нас такая поговорка. «Человек не наступает дважды на одни и те же грабли, не повторяет одну и ту же ошибку еще раз». Хотя многие христиане все же делают это. Они продолжают наступать на грабли закона и соблюдения Ветхого Завета, или же книг из него. Потому что они верят в Иисус, и еще плюс в закон. Иисус плюс Ветхий Завет. Иисус плюс традиция. Иисус плюс людские правила. Вместо веры исключительно в Иисус. Почему же они так поступают? Потому что у них нет понимания тайн Ветхого Завета. Они не понимают, что Иисус отменил Ветхий Завет, заменил его Заветом Новым. Павел объясняет в каждом своем послании это. Он объясняет нам, что он это откровение не от людей получил. Он лично встретил Иисуса и получил откровение от Него. Павел рассказывает о своей борьбе в послании к римлянам. «Я грешный человек, я хожу порочными кругами». «Кто освободит меня из этого тела, от этой смерти?» «Кто разорвет этот порочный круг?» «Только Иисус Христос, наш Господь». Видите? Ключ — это Иисус, единый наш Господь, без каких-либо плюсов и дополнений. Вам не нужен Иисус плюс закон. Вам не нужен Иисус плюс традиции. Иисус плюс людские правила. Вам нужен лишь один Иисус — Христос. «Да, да, я знаю, что закон — это вообще-то хорошо. И закон бессмертен. Но даже божественный, вечный закон может больше не применяться. Да, закон Божий провоцирует в нас как раз делать все наоборот. Совсем не то, что мы бы хотели сделать. Это тот хороший закон, который способствует нашим метаниям и борьбе. Этот закон совсем не помогает нам выиграться в этой борьбе. Этот закон позволяет нам лежать на земле и сдаваться. Да уж, Петер, разве закон Божий может быть грехом? Нет. Проблема в том, что во мне есть грех. И закону лишь увеличивает проблему, которая есть во мне, а не решает ее. Это прекрасный закон, но он отдаляет нас от любви Господа. Потому что мы недостаточно хороши для Бога. Дьявол же использует добрый закон во вред, обвиняя вас, чтобы вы чувствовали себя грешным, виновным и осужденным и неполноценным, чтобы вы боялись Бога, Отца нашего. Этот дьявол с законом в его руках осуждает вас на вечную смерть. Как же Отец наш Небесный помог нам? Ведь Он желает нам жизни вечной. Он послал нам Иисуса. Дорогие мои, только Иисус единственный искупил нам грехи наши. Только Он один молится и заступается за нас днем и ночью. Иисус. Только Он один освобождает нас от вины, стыда и чувства неполноценности, страха. Иисус. Он один дает нам силу выиграть эту борьбу. Иисус. Только Он один дает нам победу над страхом. Иисус. Только Он один заботится о том, чтобы мы никогда не разлучались с любовью Господа Отца нашего. И это Иисус. Только Он один воскресил нас из мертвых и воскресит нас в самый прекрасный день, который еще впереди. И это Иисус. Да, закон хороший, и Он вечен. Но Иисус уже за всех людей заплатил все штрафы. Да, закон вечен, но Он навечно связан обетом молчания благодаря Иисусу. Закон будет навеки вечный напоминать нам о милости Господа в Иисусе Христе. Но закон никогда больше не будет давлеть над нами. Почему же нет? Дорогие мои, мы же взрослые дочери и сыновья Господа. У нас внутри Иисус. Нам не нужна нянька в виде закона, чтобы быть святыми. Нам больше не нужна няня, чтобы присматривать за нами. Мы взрослые посланники нашего Небесного Отца. Во-вторых, вам необходимо знать, что вы или в Адаме, или же во Христе. Позвольте мне вернуться к примеру с рукой. Дух и душа, тело и отношения. А еще и финансы. Человек — это дух. У него есть душа, которая живет в его теле. Про тело понимают все. Это мы видим и чувствуем. Душа — это наше сердце, где живут наши чувства, и наш разум, где базируется наш рассудок и наша логика. Когда Адам согрешил, умер его дух. В Библии человек, рожденный от Адама, называется плотским. Почему? Потому что его дух мертвый. Мы же происходим от Адама. Плотский же человек, чей дух умер, действует по своей воле, руководствуется своими собственными чувствами, мыслями и логикой и подчиняется всем желаниям своего тела. Этот плотский человек попадает под влияние тьмы, разрушает свои отношения и свои финансы. Этот плотский человек — это враг, и он ведет себя как враг Бога. Но вот возник новый Адам, имя ему Иисус. Павел об этом говорит следующее в послании к римлянам. Ибо если преступлением одного — это Адам, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Святой апостол Иоанн пишет в своем Евангелии, что значит быть рожденным от Иисуса. Как это? Быть во Христе. Всякий, уверовавший в том, что Иисус Христос — это Сын Божий, имеет жизнь вечную и рожден от Бога. И каждый, рожденный от Бога — это он о нас говорит, победит в этом мире. И вот этот человек называется победителем. Наша вера — вот что дает нам победу в этом мире. Повторяю, наша вера — вот что дает нам победу в этом мире. Дальше он говорит, всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дорогие мои, это написано в Библии. Христиане не могут согрешить. Почему же не могут? Да потому что рождены они от Бога. И тьма не имеет больше власти над ними. Сейчас мы разберемся, как же это возможно. Очень просто. Тот, кто ходит во Христе, является новым созданием. Он был заново рожден. Его дух был мертв. И он затем заново родился. Наше новое создание. Это невосстановленная модель. Незаплатанная модель. И даже не улучшенная модель 2.0. Это неразбитая ваза, которую заново собрали из осколков. Новая модель. Это полная замена нашего прошлого человека. Наш мертвый дух поменяли на новый, на дух Господа. И эта замена настолько радикальна. Это не так, чтобы смешали немного духа от Бога и немного моего собственного. Это дух на 100% от Отца, 100% от Иисуса и 100% от Духа Святого. «Я, как новое создание, был сотворен единым с Богом». Я един с Богом. Как Бог един сам в себе. Павел пишет в послании к Галатам. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Мой дух внутри меня. Это Иисус, победитель внутри меня, справедливый внутри меня, святой во мне, наследник всего мира здесь во мне, вечный во мне, воскресший к жизни здесь во мне. Да и я тоже, воскресший. Я имею силу благодаря Иисусу». Поэтому в Библии говорится, «Как Иисус на небе, пребываем мы здесь на земле». Поэтому говорится в Библии, что когда Иисус придет в самый лучший день, который еще впереди, мы не знаем точно, как мы будем выглядеть. Но одно мы знаем точно, мы будем равны с Ним, потому что мы уже сейчас равны с Ним. Новый человек во Христе больше не плотский, а духовный. Быть плотским или быть духовным — это уже позиция. Мы были плотскими, но мы стали духовными. В Библии говорится, «Отныне мы не знаем никого по плоти». Мы видим каждого, как мы бы видели Иисуса. Я подхожу к третьему своему вопросу, новый духовный человек. У него есть тело. Мы стали духовными, и наш дух воскрес из мертвых. Мы стали новыми людьми. Прежний человек был распят и похоронен. Новый же человек воскрес вместе с Иисусом из мертвых. Новый человек внутри нас живет вечно, имеет жизнь вечную. Это и есть Иисус, который воскрес из мертвых. А мы и есть на 100% внутри нас, такие же, как Иисус Христос. У нового человека есть душа. У него есть тело. Эти два элемента в Библии именуются плотью. У нас есть плоть и душа. Новый же человек всегда духовен. Это его положение. Вы всегда духовны. У нового человека есть выбор. Он может двигаться к духовному, а может к плотскому. Павел описывает, как новый человек может на опыте прочувствовать эту борьбу. Это наша душа и тело, которые изобилуют желаниями. И наш заново рожденный дух, который хочет совершенно другого. Так давайте же вновь посмотрим на эту замечательную главу из послания к римлянам. Там говорится, «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое». Здесь, в душе, которого не хочу, вот то я и делаю. Поэтому, если мы боремся, то это не прежний человек. Так как прежний человек мертв и похоронен, это уже не он, кто воскрес из могилы, его больше нет. Мне часто говорят, «Нет же, это был он. Он вылез из могилы». Чепуха это все. Ерунда. Это грех, который живет в вашем теле. Прежний же человек был распят. Он мертв, похоронен. Мы его больше никогда не увидим. Мы абсолютно новые люди. Поэтому Павел говорит, «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Когда Павел говорит о грехе, который во мне живет, он имеет в виду то, что грех сидит и в его теле. Значит, и в моих мыслях, моей логике, в моих чувствах и в желаниях моего тела. Когда же возникает эта борьба? Вы знаете, он говорит, что борьба возникает во мне, когда я хочу сделать добро. А вот в чем проблема. Ведь сделать — это работа плоти. Работа Духа Святого в нас — это вера. Он продолжает в послании к римлянам. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, от сердца моего «И от мыслей моих прилежит мне злое». Вот она борьба. Это наш новый человек, который хочет жить в Боге. И наше тело, у которого есть свои желания. Наше тело хочет противоположного Духу нашему. Поэтому нам надо жить изнутри наружу. Эти два прямо противоположны друг другу. Чтобы вы сами от себя не смогли сделать то, что вы хотите. Я должен смотреть на моего внутреннего человека. Я радуюсь закону Божьему. Он прекрасен. Но в членах моих, в оплоти моей, я вижу другой закон, и он борется с моим новым человеком. Он делает меня пленником моего тела из-за живущего в нем греха. Я становлюсь от этого несчастным человеком. Так кто же освободит меня из этой ловушки моего тела и души? Ну, конечно же, Господь наш, Иисус Христос. Только Иисус сможет мне послать победу. А как же это произойдет? Павел говорит следующее. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». И вот здесь я подхожу к моему четвертому пункту. Вы побеждаете через крепкую веру, а не через ваши дела. В чем различие между живущими по плоти и между живущими по духу? Христиане допускают здесь самую большую ошибку. Они думают, что жить по духу не грешно, а жить по плоти грешно. Они сконцентрированы на том, что они делают и чего не делают. Делая то или иное, мы грешим, а не делая то или иное, мы не грешим. Мы поступаем хорошо или мы поступаем плохо. Грешить или не грешить, это погоня за достижениями, это плод духа. Видите? Отличие жизни по духу и жизни во плоти, это различие между верой и действиями. Если мы верим в Иисуса и действуем, то возникает борьба. Жить по духу это не означает совершать хорошие поступки. Это означает иметь крепкую веру. Жизнь по духу начинается с веры в ту, кто вы есть на самом деле. Я справедливый, я святой, я победитель. жизнь по справедливости, святости и уверенность в победе. Это плод веры. Это уже не действие и бездействие. Уильям, Александр и Максима верят, что они наши король и королева. Поэтому у них есть определенные ожидания, и они совершают определенные действия. и наоборот, от чего-то отказываются. Они не будут делать то, что не положено им по статусу, потому что они верят в то, кто они есть и знают, кто они такие. Дорогие мои, мы новые создания. Мы воскресли вместе с Иисусом. мы освобождены от власти греха. Мы освобождены от власти слабостей. Мы спасены от смерти. У нас внутри Иисус. Когда мы знаем, кто мы такие, то мы не будем опускаться до уровня грешников. Ни одна извилина в моей духовной голове даже не помышляет об этом. Мы не пойдем обратно в тюрьму. Мы не будем снова сковывать себя оковами. Если вы знаете, что такое свобода, то вы хотите оставаться свободными. Ветхий Завет и закон со всеми праздниками и церемониями были посланы только народу Израиля. Избранный народ жил как Адам до воскрешения Иисуса Христа. соблюдение закона и всех правил Ветхого Завета, всех праздников, дней, шабата, что можно есть, что нельзя пить, к чему можно и к чему нельзя прикасаться, что можно и что нельзя смотреть. Знаете, что это? Это часть жизни по плоти. Делать или не делать? Хорошо или плохо? Можно, или нельзя? А христиане придумывают себе каждый день новые правила. Вот можно вам это собирать, а это нельзя. Можно читать комиксы про Дональда Дака, или же нельзя? Можно читать журналы, или же их нельзя читать? Мы чего только не придумываем. Это все человеческий разум, жизнь по плоти базирующаяся на действиях, а не на вере. До тех пор, пока остается мотив действия, мы имеем Иисуса плюс дополнение к Нему. Если же Иисус плюс дополнение входит в нашу жизнь, то возникает та самая борьба, и вместе с ней мы теряем свою свободу. Избранный народ, яркий пример нации, борющийся сомнениями, остаться им с Богом или нет. Они жили по плоти, они не умели по-другому. жизнь по плоти это полагание на свои собственные силы. Тогда вы чувствуете себя в безопасности. Земля у вас под ногами. Это ограды вокруг вашего поля, в центре него вы, ваши дети и другие христиане. Никто не должен выходить за пределы вашей ограды. Жизнь по духу это вера в силу Иисуса. В этом колоссальное отличие, неограниченная свобода. Его сила позволяет вам лететь как самолет, не позволяя вам упасть под тяжестью греха и слабостей. Мои ровесники, вы помните, да? Раньше на велосипеде надо было крутить педали, и только так горел фонарик. Когда вы прекращали крутить педали, то и фонарик больше не светел. Никто не может без остановки крутить педали. Это и есть жизнь по плоти. В какой-то момент пойдет что-то не так. Новый человек это новое создание. Он похож на современный велосипедный фонарик. Если вы его включаете, то у вас будет свет, независимо от того, крутите ли вы педали или нет. Используя старый механический фонарик, вы словно верите только в свои силы. Вам надо без остановки крутить педали с современным фонариком. Вы понимаете, что лишь нажав кнопку, у вас будет свет. Если вы включите свою веру, то вы всегда будете победителем. И у вас всегда будет свет. Если же вы будете подкармливать плоть, то она будет все сильнее. То, что вы читаете, что вы слышите, то, что вас окружает, может наделять вашу плоть силой. Но это заблуждение, что нам нужно питать наш дух. Это действительно заблуждение, потому что вам не нужно питать Иисусом. Он сам говорит, кто верует в меня, у того фонтан внутри. Кто верит в меня, у того реки текут изнутри. Кто вкушает плоть мою, больше никогда не испытает голода. Нашему духу не нужна пища, но нашей плоти нужна хорошая пища. И это слово. Вы же заметили сегодня, что все, что я говорю, трогает вас. Слово меняет ваш образ мыслей. Чтобы мы менялись изнутри и не попадали под влияние старого, а смотрели новыми глазами в будущее, не увязли в религии, человеческих желаниях и слабостях, ритуалах и традициях. Это все плотское. Слово же определяет, чем мы питаем наши сердца. Слово в нашем сердце определяет, о чем мы говорим, что делаем и как живем. Если мы питаем нас Словом Божьим и гармонизируем плоть и душу нашу, тогда Иисус будет виден в нас. Жить по духу это жить в вере. Жить по духу это жить в согласии со Словом Божьим. Дьявол сотворил два пути, чтобы запутать вас и не позволить вам жить по духу. Первый лживый путь. Он усыпляет вашу бдительность и делает грех легальным. Все возможно, все разрешено. Если это вам нравится, тогда все в порядке, можно. И между прочим, вам не стоит стыдиться и чувствовать себя виноватым. Не осуждайте себя, то, что вы делаете, это нормально. А Бога? Бога не нужно бояться. Вы же хороший человек, все будет хорошо. Он приковывает ваш взгляд к греху, чтобы вы повернулись спиной к Иисусу и были навечно закованы в тьму. Третья же ложь выдумана специально для христиан. А ты веришь в Бога? Так я тоже верю в Него. Но Он хочет, чтобы у вас сложилось неправильное представление о Боге, чтобы вы жили не победителем, а побежденным, чтобы забыли о своем призвании. Он способствует тому, чтобы вы следовали религиозным правилам и другим обрядам, забывая об Иисусе. И в результате придете к тому, что будете чувствовать стыд, вину, осуждение, бессилие. И больше не сможете быть посланниками Господа, Его сыновьями и дочерями, потому что у вас нет больше той свободы. Вы не сможете дарить ее другим людям. Вы будете осуждать их, опираясь на закон. И в этом темном мире не пробьются больше лучи света. Вы не принесете хороших новостей о милости и благодати Божьей. Как же мне реагировать в вере? Очень просто. Мне нужно обратиться к вере, повернуться к Иисусу, отвернуться от греха и закона. Дорогие христиане, повернуться только лишь к Иисусу. Верить значит действовать, чтобы вы могли взять то, что ваш Отец хочет дать вам. И первое действие в вере это креститься именем Иисуса. Когда вы крестились, то вставайте в вере как новое создание и почувствуйте, что сам Иисус живет в вас, и тогда вы получите веру. Полное прощение всех грехов, новый чистый лист, полную свободу действий, вы примите Духа Святого, и ваша старая человеческая природа будет заменена на Божественную природу на Иисуса и посредством веры в то, кто вы есть на самом деле, вы будете пользоваться своей полной свободой, не для того, чтобы жить по плоти, как враг Господа, но посредством Духа жить в вере и быть Его другом. Аминь и аминь, друзья. А теперь давайте помолимся. Пожалуйста, закройте свои глаза, только если вы не за рулем автомобиля или велосипеда, конечно. Тогда оставляйте глаза открытыми. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты нас, тех, кто был духовно мертв, бывших врагов Твоих, примирил с самим собою, воскресил нас из мертвых, оживил нас во Иисусе Христе. Отец, мы благодарим Тебя, что мы едины с Иисусом Христом. Отец, мы будем жить в вере, мы знаем, кто мы есть, и если мы все же иногда спотыкаемся, то мы знаем, что Иисус всегда просит за нас. Отец, с этого момента, когда мне трудно, я буду стоять воскрешем из мертвых, крещенным во имя Иисуса и призванным заново. Отец, я благодарю Тебя, что Ты послал нам крещение, как знак того, кто мы есть в Иисусе Христе, а мы новые, воскресшие создания, живущие вечно. Я благословляю вас, чтобы это слово укрепилось. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова